Методы оценки пользовательской вовлеченности, кроме аналитики. Это фактически продление предыдущей темы, только в немножко другом разрезе. Это очень интересно послушать. Давайте подождем, чтобы у вас появилось. Я уже начну говорить, мне помогут подключить мою презентацию. Мой доклад будет прямо противоположным докладам моих предшественников. Я рада, что они прозвучали до меня, и теперь у вас будет возможность узнать совсем с другой стороны похожую проблему. И мне кажется, что среди вас есть люди, у которых точки боли сейчас очень похожи на мои. И, возможно, я и с вами смогу проговорить свои проблемы, и, может быть, что-то откликнется у вас. Спасибо. Ну, естественно, я должна сразу сказать, что ни о каких 30 методах я сегодня рассказывать не буду. Я не буду учить вас исследовать. Это совсем другая задача для другой конференции. Я расскажу о том, какая у меня возникла проблема, связанная с исследованиями, и решаю эту проблему, на какие необычные для меня выводы я натолкнулась, и что из этого получилось. Ну, вначале вообще, у кого есть проблемы, есть ли вообще проблемы в измерениях? До меня были прекрасные спикеры, хорошие отточенные методики, хорошие сервисы. Какая, в принципе, может быть проблема? Делай, запускай, меряй. Ну, вот я расскажу, почему у меня эта проблема возникла. Я психолог по образованию, я до сих пор занимаюсь исследованиями, до сих пор в академической среде. То есть я такой хороший академический психолог, я очень люблю исследования. Кроме этого, уже более 9 лет я совладелец компании, которая занимается аутсорсингом HR процессов и исследованиями. То есть я руковожу направлением оценки команд и исследования продуктов. То есть я сама являюсь исследователем, психологом, вроде как должна знать мотивы пользователей, оценивать команды. Но вот последние два года я занялась активно, ушла в IT. И ушла как совладелец продуктов. То есть два года назад мы сделали совместный продукт HRP. Это была System as a Service компания, то есть сервис по автоматизации рекрутинга. И там я применяла свои обычные подходы к анализу пользователей. И обратила внимание на то, что мы видели, например, что какие-то метрики падают или не достигают нужных результатов. Ну окей, мы вкладывались в маркетинг. Они снова не достигали нужных результатов, мы вкладывались в юзабилити. Мы переделывали систему, мы спрашивали что-то у отдельных пользователей, они нам что-то говорили, нам казалось, что стоит так сделать. Мы переделывали, и все это не приносило совершенно нужного возврата. Ну совершенно. И что-то меня это так расстроило с точки зрения исследований, с точки зрения управления продуктом, что вот сейчас, когда мы в итоге стали копать, оказалось, что мотивация людей, которые, например, часто посещали, использовали наш сервис, но не покупали или, например, не конвертировались дальше в долгосрочных клиентов и так далее, мотивация была совершенно не на поверхности. То есть когда мы стали ее исследовать дальше, оказалось, что вообще мы не могли бы ее разглядеть, если бы использовали стандартные методы. И вот сейчас, когда мы уже перешли к собственным продуктам, мы стали разрабатывать мобильные приложения в области HR, и они связаны с оценкой компетенции, я решила прямо с самого начала пойти правильно, не потом оглянуться и не понимать, почему не работают метрики, а с самого начала вроде как озадачилась этой темой. И вот я стала думать, во-первых, где вот на этих этапах разработки своего продукта я смогу использовать метрики. У меня возникла проблема, что вроде как не скоро, не в начале. Потом я стала думать, хорошо, окей, я, например, начну развиваться, у меня начнется вот эта вот пропасть между ранними последователями и ранним большинством. Ну, все знакомы с идеей Мура о преодолении пропасти? Покажите, пожалуйста, кто знает. А, окей, я тогда немножко возьму времени из своего доклада и про нее расскажу, потому что она достойна внимания, ей уже довольно много лет. Она про цикл развития продукта. Она говорит о том, что да, вот эта обычная кривая, она типичная, ее все на всех там MBA и маркетинговых семинарах проходят, про то, что ваш продукт постепенно, особенно высокотехнологичный продукт, проходит несколько этапов развития. Вначале у вас, за вами идут только инноваторы, которые хотят похвастаться, что они первые попробовали ваше приложение, еще никто вообще им не пользуется, еще никто даже не считает, что оно им нужно. Они вот с ним ходят и показывают, что это, скорее всего, технические гики, которые следят за очень, ну такой, за быстрой сменой, за обновлениями на рынке. После этого, когда вы начинаете развиваться, у вас появляются ранние последователи. Это такие тоже все еще лояльные люди, все еще такие верящие в вас, и это все еще не люди, у которых много денег. Это все еще, скорее всего, люди из технической среды, которые за вами следят, и им хочется что-то тоже, ну, следить за новинками. После этого в обычной кривой, которую всегда преподают на занятиях по маркетингу, идет раннее большинство. Это уже люди, платящие вам деньги. Ну вот за этим очень можно отслеживать, как появлялись, например, смартфоны у людей, как появлялись какие-то, ну, как люди переходили с VHS-кассет на DVD-диски, и дальше на MP3 и так далее. То есть можно видеть, как постепенно продукт начинает завоевывать вот это раннее большинство. Ну и, конечно, основные деньги начинаются, когда к вам подключается еще и позднее большинство, и когда вот уже старшее поколение начинает его покупать, начинают покупать корпорации, хорошим тоном считается владеть этим продуктом, а не не владеть им. То есть вот здесь у вас основные деньги. И по идее, конечно, каждый собственник продукта, он вот идет вот этой вот постепенной кривой и ожидает, что будет постепенно наращивать обороты, у него постепенно будет все больше денег. И вот автор Джош Мур, здесь я сослалась на книжечку его, ее очень легко найти в интернете на разных языках, он на примере многих компаний показывает, почему упали хорошие качественные стартапы, хорошие компании. Потому что они не учли, что при переходе от ранних последователей к раннему большинству нужно кардинально менять маркетинг. То есть это совершенно другие люди, совершенно другая вот когорта людей, с которыми работают совершенно другие способы привлечения, у них другая мотивация, для них нужно совершенно по-другому позиционировать продукт. И те, кто это не учел, они теряются вот в этой пропасти, они туда падают и больше не восстанавливаются. И у меня, когда я начала думать о развитии своего продукта, у меня тоже начинается эта тревога, насколько быстро я потеряю людей, как мне подсуетиться к их потребностям, как мне вовремя изменить все свое позиционирование, чтобы я вначале была все еще приятно ранним последователям, которые хотят быть уникальными, обладая моим продуктом, а потом я уже стала приятно раннему большинству, которые хочут просто как все, но уже со смартфоном, или там, но уже с последним Эпплом и так далее. Следующая проблема, которая у меня возникла, это из реальной пост моего знакомого, он, кстати, исследователь очень известной IT-компании, работает в Петербурге. Он честно описал свой опыт вовлеченности в переписку ВКонтакте. И вот у меня возникла мысль, а вот как мне добиться такой вовлеченности в мой продукт? И как мне добиться, чтобы он еще и не только водку забыл выпить, но чтобы он еще и пельмешки забыл съесть? И что мне покажет, как мне покажет маркетинг и метрики, где вот этот переход забыл выпить водку к забыл выпить, съесть пельмешки? И в итоге у меня накопилось несколько таких вот болевых точек про то, как сделать, чтобы меня хотели, как сделать, чтобы я хотела, как отказаться от тех, кто мне не нужен. То есть это классические болевые точки, наверное, у каждого, кто хочет что-то дать другим людям в виде своего продукта, в виде своего сервиса. И я стала думать, на какие из этих точек у меня вообще есть ответ. Я, естественно, стала гуглить, я стала много просматривать видео, вебинаров, статей, и там было очень много хороших выступлений про метрику. Так я, кстати, познакомилась со спикерами, которые выступали до меня. Я находила ответы, но в основном находила про аналитику, про метрики. Но я все еще не находила ответы на свои вот эти вот вопросы. Тогда я озаботилась, ну, какие еще могут быть методы. И, естественно, я думаю, вы знакомы с этой фразой. Кто из вас эту цитату хоть раз припоминал, когда с вами общался исследователь и говорил, что там фокус-группа, наблюдение, опрос, кто-нибудь ссылался на Лебедева, который критикует фокус-группы? Ну, это обычно. На всех конференциях есть человек, который упомянет, что вот Лебедев говорил про фокус-группы плохо. До Лебедева плохо про фокус-группы говорил Стив Джобс, и другая часть упоминает Стива Джобса. А до Стива Джобса про фокус-группы плохо говорил Генри Форд. Вот. Создатели хороших, известных продуктов, они все вроде как не на моей стороне. Всегда есть возможность процитировать не Джобса, так Генри Форда и сказать, что исследование вообще ни к чему. Но я забываю. А, и все время, естественно, мне попадаются в интернете переписки исследователей с неисследователями. Часть из них ругает методы, часть говорит, вы просто не умеете ими пользоваться, хватит, пожалуйста, цитировать Джобса. Вы просто не там их применяете. И вот тогда я озаботилась уже всерьез этой темой. И смотрите, что я сделала. 21 февраля у меня это есть четко отмечено в моем почтовом ящике, я подключилась к сервису Google Академия. Там есть такая возможность получать в списке вышедших новых публикаций на тему, которую вы задаете. Вот вы задаете ключевое слово, и вам Google присылает на почтовый ящик подборку из 10 или 20 статей по этой теме, которые только что вышли. Это статьи в рецензируемых журналах. Это не просто блоги, это не просто высказывания на каких-то медийных платформах. Это настоящие peer-reviewed журналы, то есть статьи в научных журналах. Я проанализировала 620 статей. Ну, естественно, если честно, многие я просматривала, они все были на тему юзер-энгейджмент, но не все они были вот прям по теме, поэтому из них я, конечно, отбирала не 620. Но посмотрите, что получилось. Новейшие исследования с 21 февраля по 1 июля. В них слово метрики и аналитика употреблялось крайне редко. В описаниях и в названиях этих статей. Я реально озаботилась. Весь интернет рассказывает, что нужно измерять с помощью аналитики юзер-энгейджмент, вовлечение пользователей, а научные статьи со всего мира, которые мне приходили в течение полугода, только 4 раза говорят про аналитику и 15 раз говорят про метрики. Я стала, естественно, я исследователь, я стала здесь копать. Но все-таки, может быть, достаточно аналитики. Я сейчас ни в коем случае я приду к аналитике, и я ее вам порекомендую в конце доклада, поэтому имейте в виду, что это не священная моя война против аналитики. Но я хочу показать, что есть еще что-то. Все-таки у меня так называется тема, поэтому я должна вот это отработать. Во-первых, почему аналитика иногда сбоит? Я встречалась с владельцами приложений, они говорили, первое, на что мы смотрим, на то, как люди реагируют вообще в отзывах, в звездочках, в комментариях, то есть не только на метрике, ну и на то, какую обратную связь они оставляют в наших приложениях. Во-первых, пользователи могут недопонять вообще, как этим пользоваться. Ну это, конечно, вопиющий случай, но это забавно, смешно. Может быть, еще забавнее, когда пользователя не проймешь, не проведешь. И я думаю, что вы встречались с такими отзывами, когда вроде человек адекватный, но он все равно вам не ставит пятерку, у него есть на то веская причина. И про это даже есть шутки, что русские никогда не ставят пятерки, никогда не похвалят и так далее. Я столкнулась с еще более драматическими историями. Кто из вас знаком с концепцией максимайзеров и сатисфайсеров? Это, как оказалось, довольно давняя маркетинговая концепция, еще прошлого века. Но я вот тоже с ней столкнулась впервые. В чем ее суть? Ну вот эта картинка из известного, из тех самых известной площадки торговой, интернет-торговли. Девушка, казалось бы, выражает для нас идеал покупательницы. Но оказалось, что есть такой тип людей, которые очень любят делать выбор покупок, в том числе в онлайн-магазинах. Они очень много проводят там времени. У них длительность сессии большая, ретеншн у них хороший. Они наши. То есть по всем аналитикам они полностью соответствуют идеальному образу покупателя, кроме денежных аналитик. Почему? Оказывается, таких людей называют максимайзеры. Они склонны очень много внимания уделять выбору товара, но при этом, смотрите, последнее исследование 2013 года, при этом они склонны чаще возвращать покупки, возвращать деньги за покупки, писать недовольные отзывы и испытывать негативные чувства после покупки. То есть по метрикам они хорошие, нам дают поведенческие показатели, а по деньгам и в принципе по тому, что они потом нам наделают неприятного, отнимут время у наших сотрудников, оставят негативные отзывы. Эти люди оставляют для нас совершенно, составляют неприятную группу. В отличие от них сатисфайсеры, я уверена, большинство из вас скажет, что вот так это я, сатисфайсеры просто приходят и покупают, находят оптимальный вариант. Точно, 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 спасибо. Это вот зарапортовалось, это максимайзеры. Да, это максимайзеры. А в отличие от них сатисфайсеры просто приходят, находят наиболее адекватную покупку, покупают ее, забывают о ней, либо пишут хороший отзыв и все. То есть больше они не реагируют, они не перемеривают ее снова перед зеркалом и не возвращают. Идем дальше. А еще один случай про retention и engagement. Вот этот парень, мне попался его блог, это аналитик в довольно известной компании производителей игр. Он там искренне пишет статьи своей практики аналитики игр. Он сказал, что однажды анализировал игру, гоночки. Вот это часть витрины этой компании. Вот у них очень много гоночек, одну из них он анализировал и обратил внимание на то, что у него очень хороший retention. Он говорит, я вроде бы как успокоился, но мое внимание привлекли поведение разных групп пользователей. Я думаю, как раз про похожее рассказывал Александр, когда вы можете отслеживать людей по когортам и сравнивать их поведение в метриках. Он говорит, что часть людей заходила в игру по 4-5 раз в день и проводила там по нескольку минут. Вторая группа людей заходила в приложение один раз, но проводила там несколько часов. Говорит, я стал думать, это как-то не соотносится с сценарием игры, что там делать несколько часов. И когда он начал копать, он обратил внимание на то, что да, в этой игре была такая механика, как «получи монетки, подольше побудь здесь и сможешь прокачать свою машину». Они открывали приложение, оставляли его, приложение само зарабатывало им монетки, прокачивало машину, они вообще не играли. И вот тогда он написал фразу, у него прям пост про любовь. Я цитату взяла такую очень сухую, про то, что действительно ваши вовлеченные пользователи будут удерживаться. То есть engagement is retention. Оно будет приводить к retention. Но вовсе не значит, что retention будет указывать на engagement. То есть если они у вас возвращаются, это еще не значит, что они вовлечены. С точки зрения маркетинга и метрика это бессмыслица. С точки зрения психологии это очень даже имеет смысл. И я сейчас буду эту тему развивать. И он говорил про любовь, про то, что невозможно быть вовлеченным без любви, но можно удерживаться без любви, делая вот такие всякие манипуляции, взламывая просто механики геймификации и так далее. Следующий пример, мой третий история про тренера. Сейчас довольно активно развивается идея вовлечения людей в здоровые практики, здорового жизни, изменения привычек, лечения даже от шизофрении, то есть улучшения состояния больных шизофрении с помощью вовлечения их в определенную периодическую активность, связанную с приложением. И вот в одной из статей тех больших, которые я анализировала, был пример про помощников. Одну из них звали Лаура. Цель ее была вовлекать пожилых людей в то, чтобы они как можно чаще ходили пешком. Разработчики довольно много думали над тем, как Лаура будет их вовлекать. Одной версии Лаури при АБ-тестировании они задали возможность отвечать односложно и однотипно. Второй они задавали разные варианты ответов, разные какие-то одежки и так далее. И что они измерили? Оказалось, что люди действительно стали больше вовлекаться в общение с Лаурой, которая отвечала по-разному, которая по-разному реагировала и давала вариативность. Вовлекаться-то они стали, чаще стали пользоваться приложением, но стали намного реже ходить. То есть внешняя мотивация этого приложения убила внутреннюю мотивацию, ради чего оно было сделано. Мы опять убили вовлеченность уже в деятельность с помощью вовлеченности в эту геймификацию приложения. Но как тогда это все исследовать? То есть я вроде как сейчас создала проблему, поотрицала тут гибкость и тонкость аналитики, и вроде как сейчас должна дать ответ, как это все улучшить. Я попытаюсь, но я расскажу, что я получила из тех статей многочисленных, которые я полгода анализировала. Во-первых, вот этот список того, как определяют вовлеченность в разных исследованиях. То есть, да, и когда мы говорим просто с маркетологом, он говорит вовлеченность, он действительно ее измеряет с помощью МАУ, ДАУ, ВАУ и ретеншн, и стики фактор. То есть для него это просто метрика, связанная с его приложением. Он просто для удобства ее называет вовлеченностью. Но с точки зрения психологии, понятно, что это какой-то процесс, который проходит в психике нашего пользователя. И тогда уже, а что это? То есть ему больше нравится, или он теряет мир вокруг себя, когда пользуется нашим приложением? И вот оказалось огромное количество вариантов того, как в разных исследованиях определяется вовлеченность, когда она измеряется. И в итоге, после всех вот этих вот анализов, я попыталась вывести какую-то систему, то есть что я могу узнать из этих всех сотен статей, чтобы мне было понятно, по какому алгоритму идти, когда у меня все-таки будет выходить уже приложение, как мне его измерять. Вот такой алгоритм я для себя выбрала. Мне кажется, он удобный. Первое, я должна определиться, что я хочу узнать, для чего мне измерять эту вовлеченность. И оказалось, что во всех исследованиях она очень четко разделяется на два вида вовлеченности. Вовлеченность пользовательская, то есть насколько ему в данный момент комфортно, насколько он в потоке, пользуясь нашим приложением. Вот его сейчас ничего не отвлекает, он, как передо мной говорили, пошел на диван, а то и хуже, он вообще полностью в нем. Вторая вовлеченность маркетинговая, это вовлеченность в бренд, насколько он узнает нашу компанию, наши иконки, насколько он знает, хочет кому-то порекомендовать, насколько часто он ей пользуется. Но это не связано ни с вниманием, ни с потоком, ни с эмоциями и так далее. И тогда вот эта жуткая таблица, но реально это все примеры, через что в этих статьях оценивалась первая и вторая вовлеченность. То есть во втором случае, это маркетинговая вовлеченность, вот это все, часть из них мы обсуждали, вы обсуждали несколько минут назад, а вот это вот пользовательская вовлеченность. То есть первое, аналитику не перечеркиваем, мы просто четко понимаем, что она нам дает ответ, когда мы хотим узнать про вовлеченность в бренд. И это не связано ни с вовлеченностью в приложение, ни с состоянием потока. Следующее, что я узнала, я стала думать, а когда вообще нам нужно измерять первую и вторую вовлеченность? Ведь реально дороговато, вот если посмотреть вообще эти показатели вовлеченности, их дороговато измерять. Это нужно то ли строить лабораторию, то ли отдавать это на аутсорсинг, нужно ли это, если и так хорошо продается, если можно просто измерить возврат инвестиций. И тогда я задалась вопросом вообще, действительно, когда нужно эту пользовательскую вовлеченность измерять? И получилось, что я пришла вот к этому модной концепции Jobs to be done, кто с ней знаком? Ну она сейчас прям всеми перепощивается, эта статья, несколько статей, книга. Ну, как говорил передо мной Владимир, погуглите, но я в двух словах скажу. Если раньше было, активно использовался метод персон, то есть для того, чтобы лучше понять, какому человеку будет хорошо пользоваться нашим сервисом, нам нужно понять, кто этот человек. И мы обрисовываем персону, например, там мужчина, который заходит в магазин раз в неделю, для того, чтобы купить какие-то к пятнице себе приятные снеки. Вторая персона – это бабушка, которая каждое утро хочет там свежий творожок покупать. Вот это две персоны. То сейчас от этой идеи немножко отходят, и говорят, что намного удобнее для разработчиков продуктов использовать подход Jobs to be done. То есть какую конкретно ты хочешь, чтобы работу совершил твой продукт для пользователя? То есть твой мобильный, например, магазин помогает выполнить какую-то работу, чтобы тому пользователю стало хорошо или не помогает. То есть это более такой удобный, более гибкий метод, но, к сожалению, не в рамках этого выступления. Все, что я успею про это сказать, я сказала. Тогда я начинала анализировать, а вообще, как по вот этим решаемым задачам делятся приложения. И оказалось, что есть вполне конкретные три группы приложений. Если в первой группе, в играх, развлечениях, деятельность, которую они вообще задают, мотивация к этой деятельности, она находится внутри самого приложения. Люди заходят в нашу игру, чтобы в нее поиграть. Она их мотивирует в ней остаться, им в ней хорошо. Второй вариант – это посредники, то есть инструменты, как молоток. Мы его берем для того, чтобы сделать ремонт. Когда ремонт нам делать не нужно, мы не сидим на диване с молотком по вечерам, он нам не нужен. Поэтому у нас есть два варианта вот этих посредников. Один из них – процессные посредники. Например, мы слушаем с помощью них музыку, мы читаем с помощью них книги. Но мы и так могли бы читать книги, но мы читаем с помощью этой удобной читалки. То есть это немножко другое, чем игра. И, наконец, третий вариант – это результатные посредники. Мы к ним приходим только, когда нам нужно решить задачу четко, что-то купить, что-то найти, посмотреть погоду, посмотреть новости, и мы оттуда уходим. Как уже понятно, метрики и, в принципе, исследование мотивации у этих трех приложений совершенно разные. Мы тогда идем дальше. Вот это совет из статьи 2012 года, более старый. Прописали вообще, как стоит не расстраиваться, когда вы видите для своей группы приложений те или иные показатели возвращаемости и длины сессии. То есть вы можете вначале соотнести, к какому типу приложения вы относитесь, и тогда вы начнете понимать, с кем вам лучше себя сравнивать и когда не стоит расстраиваться, если у вас, например, плохой показатель возврата или очень непродолжительные сессии. Об этом, кстати, Александр тоже говорил. Когда у нас, например, есть приложение для оплаты ЖКХ, мы не должны от него ожидать частого возвращения и длительности использования. И тогда я разделила приложение на эти три группы. Это наш третий этап, когда мы все-таки выбираем, чем их измерять и вообще нужно ли нам измерять. И оказалось, что в принципе измерять вовлеченность пользовательскую нам нужно только в одном виде, вот в этом, вот в этом виде приложений. То есть для вот этих вот задачных результатных посредников нам не нужно знать, какое там состояние потока. Нам наоборот нужно, чтобы человек быстро выполнил задачу с помощью нашего приложения и быстро ушел из него. И тогда получается, что когда мы соотнесли, к какому типу приложения относится наш продукт, мы начинаем понимать, что да, действительно, пользовательская вовлеченность нам, например, не нужна. Мы снова возвращаемся к аналитике маркетинговой и начинаем измерять вовлеченность в бренд. И с этого момента любые советы про то, что а как же состояние потока, а мерили ли вы отвлекаемость, а смотрели ли вы за тем, как проявляется интерес, вы говорите, стоп, это вообще не моя задача, вообще не моя проблема. Но если вы разработчики игр или разработчики приложений, в которых человек должен проводить комфортно и хорошо, долго времени, и это связано с возвратом денег для вас, то тогда вы начинаете задумываться о пользовательской вовлеченности. И тогда уже не только метрики, но и психологические, которые я вам чуть попозже покажу, методы, начинают работать. И еще один момент, я сейчас немножко отклонюсь от траектории, но я очень хочу про это рассказать. Про повторную мотивацию ваших людей, пользователей, на то, чтобы они играли в ту деятельность, ради которой создано ваше приложение. Потому что это реально моя боль. Мое приложение создано в помощь человеку, который собирается устроиться на работу или человеку, который собирается провести интервью и оценить по компетенциям кандидата. Как оказалось, на моем предыдущем продукте, автоматизации рекрутинга, самым большим конкурентом были не другие продукты, а была в принципе невовлеченность в эту реальную деятельность. Там подбора кандидатов, оценки кандидатов и так далее. Тогда получается, что моя бизнес-задача не просто вовлечь их в мое приложение. Моя какая-то супер большая миссия сделать так, чтобы им хотелось в принципе заниматься оценкой по компетенциям на основе вопросов с вариантами ответов. То есть мне нужно выбраться из этого мобильного приложения к нему прямо в офис и как-то так сделать, чтобы ему хотелось этим заниматься. А потом первое, что он перед глазами увидит, это мое приложение. То есть у меня начинается расширение ответственности за мотивацию своего пользователя. И тогда я стала анализировать вообще, у каких приложений есть возможности для этого повторного вовлечения. Действительно, с помощью методов геймификации, буш-уведомлений и так далее используется возможность постоянно вернуть клиента-покупателя. Но здесь возникает интересная проблема. Вот того самого убийства внутренней мотивации за счет убийства, за счет слишком сильно перекачанной внешней мотивации. Мы частично уже проговорили, когда про Лауру говорили, людям было прикольно в приложении, но они стали меньше ходить, они просто отвлеклись на общение с Лаурой. Здесь вот в игре зомби-дивижн было то же самое. Игра была создана для того, чтобы детки учились лучше арифметическим действиям, в частности делению. И вот зомби бегали, у них были какие-то циферки, надо было, чтобы убить зомби, решить какую-то задачку. Довольно оказалась известна игра. Она хорошо стала развиваться, детки хорошо в нее играли, но когда стали поутру подсчитывать, насколько они стали лучше в операциях деления, оказалось, что это вообще не было связано. То есть игра сама по себе их мотивировала, но они совершенно не стали от этого лучше считать. И бывают такие ситуации, когда заигравшись с геймификацией и с повторными вовлечениями пользователя, мы за счет вовлеченности в приложение начинаем терять его вовлеченность в ту деятельность, которая для нас приносит доход. Другими словами, если я перегну с мотивацией пользоваться моим приложением по оценке компетенции, там будут какие-то внутренние ачивки, внутренние рейтинги, но это не будет связано с реальной деятельностью по оценке кандидата, я потеряю клиента, но я приобрету лояльного пользователя. И пойдем дальше. Четвертый уровень вот этого анализа, когда мы выбираем метод, мы должны понять, на каком этапе находится наше приложение. А на этапе идеи, когда нам нужно вообще выбрать, чем мы хотим заниматься, понравится ли это кому-то и так далее, мы чаще всего используем вот эти методы. Темным я выделила те, которые используют чаще всего в компаниях. Бенчмаркинг – это как раз то, о чем рассказывал Энди. Он это называл воровство, реально это называется анализ конкурентов, такой более изящный термин. Мы анализируем, что создано до нас, мы используем чаще всего дизайнерские евристики, что это мы просто говорим, а вот я читал там на Хабре, что люди лучше ведутся, когда там пуш-уведомления присылать раз в неделю. Хорошо, делаем раз в неделю. Или я вот знаю, что кнопочки лучше с закругленными концами. Окей, делаем с закругленными концами. Я думаю, что если бы мы сейчас стали поднимать руки, мы бы все согласились, что большинство из нас используют дизайнерские евристики как основной метод при поиске идей и разработке вот этой начальной идеи приложения. Но я вам выделила цветом то, что я бы еще порекомендовала использовать как исследователь, и то, что я буду использовать в своем теперь уже наверняка. То есть не только сама себе обманывать про то, что меня точно захотят, и приложение вот прям всем понадобится, я начну про это разговаривать. Это вот то, что я для себя наметила. Второй этап у нас прототип. Мы начинаем оценивать прототип. Опять же, чаще всего используется опрос экспертов. Мы показываем это там сайту директоров, продукт-донором. Мы с ними это обсуждаем. Вроде как все согласны, мы пошли. Но полупрозрачным я показала, какие еще методы можно здесь использовать. Следующий этап – запуск МВП. Намного больше методов, которые здесь уже можно использовать из психологии исследований, UX-исследований, по сравнению с тем, что чаще всего используют, по крайней мере, мои коллеги, конкуренты, с которыми я общаюсь и вижу, что они делают на этапе оценки продукта. Запуск. Вот они начались, наши плюс 30 методов. То есть, как только мы запустили наш продукт, у нас появилась возможность получить доступ на реальном работающем приложении к большому количеству людей, у нас и открываются вот эти прям просторы для исследователя, у которого начинают чесаться руки, он очень хочет потрогать ваших пользователей. Ну и, естественно, у вас открывается аналитика. То есть, вы-то ее установили раньше, но здесь она начинает для вас хорошо работать, вы начинаете замечать тенденции. Я скриншот сделала, это один из продуктов, который использовался в одной из статей, которую я вам здесь рассказываю. Он распознает по видео эмоции ваших пользователей, когда они сидят за монитором. То есть, я не знаю, есть ли мобильный вариант, но, по крайней мере, играя в игру перед компьютером стационарным стационарным или там лэптопом, они, вы можете установить камеру, которая будет считывать эмоции ваших пользователей и потом рисовать вот такие графички о том, какие эмоции, на каком этапе игры, сценарии ваши пользователи испытывали. Ну, реально, сейчас таких продуктов становится все больше и больше. Потому что, я почему вот этот пример привела, потому что обычно нейрофизиологические измерения критиковались, вот даже статьями прошлого года, позапрошлого, они критиковались за то, что для того, чтобы измерить нейрофизиологию, вам нужно человека обвешать таким количеством неудобных штук, которые однозначно повлияют на его нейрофизиологию. То есть, это случай, когда вы полностью вмешаетесь в исследование, это прям даже не квантовая ситуация, а прям реальная ситуация вмешивания. Но вот такие способы, когда вы через камеру следите за пользователями, они совершенно экологичные с точки зрения влияния на вот эти вот шумовые эффекты. И, наконец, запуск обновления. Опять же, здесь плюс 30 методов, которые можно использовать. Ну и, наконец, давайте мы про эти методы поговорим. Вот у меня есть табличка, вы можете ее рассмотреть. А сейчас ребята раздадут вам такие таблички каждому из вас. Мне кажется, вам будет удобно, приятно с чем-то уйти или там проводить время на кофе-паузе. Я захвалила вариант. Вот что она из себя представляет. Я вам сейчас покажу последовательно. Я специально все вот эти более 30 методов, которые я встречала в статьях и которые я встречала в своей практике как психолог-исследователь, расписала по позициям без участника, методы, которые регистрируют только мнение участника, методы, которые регистрируют только эмоции поведения, эмоции состояния, когнитивные процессы, поведение. И прописала их с точки зрения этапов, на которых их уместно использовать. Логично. И на которых их используют другие исследователи своих продуктов. Но я обязательно хочу обратить ваше внимание. Сейчас я уверена, что вы уже не на меня смотрите, но минутку вашего внимания. Обращайте внимание на эти подкатегории. То есть, если я пишу, что это мнение пользователя, и тут стоят фокус-группы, то вы исследуете с помощью фокус-группы анкет не его эмоций, не то, что он собирается сделать, не его знания, а только его мнение, которое он хочет вам высказать. Вот это важно понимать. То есть, все эти методы ограничены, и нельзя с помощью фокус-группы исследовать, будут ли у вас дальше покупать. Вы сможете исследовать только, что они вам сейчас готовы сказать. И еще раз пройдемся. Краткие выводы на пальцах. Есть два вида вовлеченности, маркетинговая и пользовательская. Есть уровни этой вовлеченности маркетинговой и пользовательской. Персоны ведут себя по-разному, и стоит это как-то изучать, и на мой взгляд аналитика пока еще не дает нам возможности это изучать гибко, так бы, как нам хотелось. Есть разные виды приложений, в основном это самозадачные, процессные посредники и результатные посредники. Есть внешняя мотивация и перегнутая слишком сильно внешняя мотивация может убить внутреннюю мотивацию вашего пользователя. И есть несколько этапов развития вашего продукта, и на каждом этапе я вот здесь в картинке выделила самые адекватные, самые дешевые и самые информативные методы из тех 30, которые есть теперь у вас в раздаточках. Моя статья, которая вышла пару дней назад, и там все намного подробнее и тяжелее на Хабре, и табличку в электронном виде вы тоже можете скачать. Теперь ваши вопросы. Спасибо. У кого-нибудь есть вопросы? Может, я не вижу. Очень интересно на самом деле. Ну, раз нет вопросов, я тогда спрошу. А вот может, в каких-то исследованиях где-то было указано, ну, грубо говоря, из доклада я понял, что есть два таких концепта, вот аналитика по цифрам маркетинговая и аналитика вот такая вовлеченности. А, собственно, есть ли корреляция какой-либо из них с деньгами, которые приносят приложения, и насколько там она сильная? То есть, ну, например, может, как в игре про зомби, там пользователь будет, допустим, залипать ребенок, да, он будет плохо решать примеры, но родители там будут покупать ему, допустим, что-то, пример, это совсем такой пример, и денег оно будет приносить много, то есть задачу оно не решает, а деньги приносит. Вот. Я поняла вопрос. У меня не было такой большой удачи, чтобы найти статью, в которой бы пересекались очень четко бизнес-задачи и научные задачи. То есть, научные статьи, они в основном пытались найти вот те самые дизайнерские евристики и подсказать, что чаще вовлекает людей, но у них было меньше доступа к реальным деньгам и возможности вообще сравнить, что вот здесь денег больше, чем при маркетинговой вовлеченности. Это инсайдерская информация, которой обычно делится постфактум, когда уже все неактуально. То есть, конечно, в моих больших задачах начать такие исследования самой, чтобы можно было делать более денежные выступления в плане цифр. Но пока что я не могу вспомнить такого исследования. Они явно есть, но я их не нашла. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Действительно интересно. На самом деле, измерить можно, правда, все количественно. Но, мне кажется, основная проблема вот двух примеров, которые были, это с Лаурой, который был первый до него, где, опять же, внешняя мотивация была внутренняя, они связаны лишь с тем, что там цели были неденежные. То есть, там цель была заставить детей учиться читать или ходить больше пожилых людей. Если в проекте есть денежные цели, то вы, окей, насегментировали аудиторию, типа, вот эти хотят ходить, эти не хотят ходить, и отмонетизируете их как-нибудь иначе. То есть, пользователь много штырит в игру, ничего не покупает, окей, зависит ему рекламой, все. И вы его отмонетизируете в любом случае. Вот если добавить таких вот примеров с деньгами, и не просто пассивный анализ, а вот как с ними работать, вот будет тогда просто космическое… Как работать с деньгами? Не как работать с деньгами, а как работать с такими разными сегментами аудитории. То есть, окей, мы их нашли, но что с ними делать дальше? Они всегда есть, их можно даже не искать, они точно есть. Вопрос, что делать, когда мы их сможем точно выделить, если не коммуницируем. Нет, такие… Спасибо большое за… Это даже ремарка, не столько вопрос. Да, прошу прощения. Это действительно хорошее направление развития дальше темы, потому что здесь я попыталась сузить до методов. И дальше это действительно развитие темы, которую стоит… Не стоит хоронить еще, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. И если, думаю, будут еще какие-то вопросы, вы можете найти Тамара, потому что тема действительно очень нетривиальная, интересная. Мне кажется, еще можно много копать и накопать очень много интересного. Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо.